Движение первых. Так называется новая общероссийская организация для детей и молодежи, созданная по личной инициативе главы государства. В каждом регионе открыто отделение Якутия, как вы понимаете, не исключение. Что полезного ждать детям и подросткам, мы поговорим с его руководителем Оксаной Михайловой. Оксана Михайлова. Родилась в Алёкминске. Окончила Иркутский пединститут, затем магистратуру по практической психологии в Санкт-Петербурге. Прошла обучение по линии муниципального управления в Институте управления при президенте Республики Саха-Якутия. Член Совета по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей при главе Якутии. Председатель Совета регионального отделения Общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых» в Якутии. Оксана Тагировна, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что вы согласились принять участие в нашем проекте под названием «Поговорим». И сегодня мы хотели бы задать те вопросы, которые нас сегодня волнуют по поводу Общероссийского нового движения, руководителем которого вы являетесь. Первое, что хочется спросить, с какой целью была создана эта организация и что же ждать такого хорошего и полезного детям и молодёжи в нашей Республике? Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» создано для реализации обновлённой государственной политики в области воспитания детей и молодёжи. Какие-то программы будут, каким образом будут воспитываться наши дети, наша молодёжь и как можно попасть, войти в ряды участников «Движения первых»? У нас уже есть целая линейка активностей, проектов «Движения первых». Дети, молодёжь Республики Саха-Якутия в них активно принимают участие. Я потом ещё более подробно об этом расскажу. Для того, чтобы стать участником движения, участником наших проектов, можно зарегистрироваться на федеральном сайте буддвижения.рф. Я, возможно, буду не права, но почему-то складывается ассоциация такая с движением, что оно создано именно для детей и молодёжи. Так ли это на самом деле? Так оно и есть для детей и молодёжи, да. То есть взрослые люди, например, мои ровесники, либо я сама, мы не можем войти в состав движения, чтобы внести какую-то свою лепту для воспитания молодёжи? Можете, однозначно, потому что у нас есть категория участники и есть категория взрослое сообщество. Это наши наставники, которые делятся своим опытом, своими знаниями. И взрослое сообщество сейчас объединяется в корпус наставников. Мы 21-22 ноября проводим региональный форум «Движение первых», где соберём всех представителей, самых активных участников движения, в том числе родительское сообщество, педагогическое сообщество. Из 36 муниципальных районов, городских округов, здесь, в городе Якутске. Как вообще давно создано было движение первых? Федерально мы знаем, что в 2022 году, да, ну в прошлом году. А в республике как давно она ведёт свою работу? И может быть есть уже какие-то результаты, которыми вы можете сказать, ну поделиться с нами с гордостью? 261-й федеральный закон в июле прошлого года принят. До июля региональное отделение появилось в субъекте в нашем первом квартале прошлого года, когда мы уже зарегистрировались и открыли первое местное отделение. Об этом попозже вы мне, Эмилия, напомните, я расскажу. Это интересно будет для наших слушателей, думаю. А активно мы дали старт с началом учебного года, когда уже первичные отделения нашего регионального отделения движения первых активно заработали. Когда стали уже первичные отделения создавать, выбирать председателей этих первичных отделений, когда уже дети активно вовлекались в проекты движения. Ну чем-то можно уже сегодня поделиться какими-то предварительными результатами? Ну есть уже определенная статистика, она неплохая. На уровне Дальневосточного федерального округа мы очень хорошо выглядим, потому что более 500 первичных отделений уже зарегистрировано. Это не только школы, это учреждения дополнительного образования детей, это высшее учебное заведение, среднее профессиональное образовательное учреждение. Дальше больше мы пойдем в учреждения культуры, спорта. Везде, где есть проходимость детей от 6 до 18 лет, это наша возрастная категория, мы туда заходим, там будут функционировать первичные отделения, все серьезно. И если говорить о количестве участников, то 12 тысяч уже приняли участие в проектах, в федеральных, региональных проектах движения первых. Из них более 6 тысяч — это уникальные участники, которые, ну скажем так, возможно, ранее вообще не были активистами, без внутренней какой-то мотивации на участие в коллективных делах. Наша задача — движение первых. Мы для этого пришли в систему образования, встроились в нее для того, чтобы целенаправленно вовлекать все категории детей, детей, представителей молодежных общественных объединений, в том числе детей, которые не состоят ни в каких детских организациях, ни в каких молодежных объединениях. Как я правильно понимаю, уникальный участник движения первых — это тот, который ранее нигде никогда не участвовал? Нет, он просто в статистику к нам заходит только один раз. Если он в пяти проектах принял участие, то считается единожды. Но это для того, чтобы мы все-таки не обольщались, не ориентировались только на самых активных детей, а для того, чтобы мы дотянулись и до тех детей, которые вообще никогда не интересовались детскими, молодежными, общественными объединениями. Есть ли какой-то критерий отбора? То есть может ли это абсолютно любой ребенок, или вы рады двери движения первых открытых только для отличников, хорошистов? Нет, принцип добровольного участия — и все, собственно говоря. То есть мы рады всем. У нас есть и проекты, и направления. 12 основных направлений — это и наука, и профессиональная, и допрофессиональная подготовка, профессиональное ориентирование этой экологии. То есть буквально все сферы жизнедеятельности молодого человека, все, что его может, в принципе, интересовать от спорта до художественной самодеятельности, везде он может себя проявить и везде принять участие. Палитра проектов федеральных, региональных у движения первых настолько многообразная, что называется «Выбирай». Я расскажу и о уникальных проектах, и, может быть, не совсем уникальные, но интересные с точки зрения вовлеченности детей, интереса, который вызывают у ребят, у обучающихся, у студентов. Во-первых, региональное отделение движения первых Республики Саха-Якутия в этом году и в следующем году будет уделять достаточное внимание именно тем проектам, где могут принять участие обучающиеся среднепрофессиональных образовательных учреждений. Я считаю, что это совершенно правильно. У нас на сегодня 33 СПО уже зарегистрировали себя как первичное отделение движения первых. Самый первый проект движения первых в Республике — это была Зарница, Зарница СПО, которую мы провели в Намском районе на базе спортивного лагеря стационарного. Буквально неделю назад мы провели региональный этап федерального конкурса «Команда первых», на который приехали более 20 техникумов колледжей со всей республики. Мы не так часто, к сожалению, проводим активности здесь, в Республиканском центре, для студентов средних профессиональных образовательных учреждений. Я не могу здесь судить. Я скажу здесь немножко, знаете, вот другой хочу ракурс дать. Дело все в том, что в послании президента нашей страны говорилось о необходимости повысить статус престиж рабочих профессий. И лично я, как председатель регионального отделения, принимаю это на себя и считаю, что мы через внимание, через вовлеченность в важные государственные воспитательные проекты студентов, обучающихся СПО, тоже свою лепту вносим. Больше скажу, вот там, в зоне специальной военной операции, у нас в большинстве своем ребята, военнослужащие, именно выпускники средних профессиональных образовательных учреждений. Это действительно статистика. Поэтому вкладываться в воспитание, обучающиеся СПО, это очень важный момент. Задача номер один. Задача — уделить внимание именно этой категории детей до 17 лет и старше. А вот почему я, Эмилия, все время повторяю, и старше, да? Потому что момент преемственности, он прорабатывается в движении, он, безусловно, будет. И взрослое сообщество, и дети, которые достигли 18-летия, они переходят, они остаются в движении. Мы не закрываем за ними дверь, а мы работаем, продолжаем с ними дальше работать. Они наши уже наставники, наставники участников молодых. Поэтому мы, в общем-то, вы же спросили, может ли взрослый человек... Спросила. Поэтому мы вас приглашаем, вы, пожалуйста, регистрируйтесь на сайте, я повторю, будьдвижение.рф, заходите, регистрируйтесь, и будете получать всю необходимую информацию, возможности у вас достаточно серьезные для того, чтобы внести свою лепту в обновленную такую государственную политику воспитания. Скажите, вот по-честному, наставников много? Охотно идут туда люди? Я вам скажу, что неожиданно много. Русское географическое общество, наше региональное, у нас Государственный театр оперы и балета. Ну, я вот, честно скажу, не ожидала такого интереса. У нас сотрудники Министерства внутренних дел приходят с предложениями в части вовлечения детей, которые состоят, несовершеннолетние, которые состоят на разного рода учетах. Они по-человечески, как общественники, они как сотрудники заинтересованы в том, чтобы государство обратило внимание на этих потенциальных ребят. Потому что вот сразу мне почему-то хочется сейчас поговорить о том, что в 20-е годы, в период становления советской власти, великий наш Макаренко, он как раз-таки в своей коммуне под Полтавой и воспитывал детей, но это тогда были не просто там учетники, а это были малолетние преступники. Среди них были убийцы, были там члены каких-то криминальных группировок. И есть же опять-таки факты исторические, да, доказанные, что ни один из воспитанников коммуны Макаренко не дал рецидива. А эти дети могли через 15 лет совершенно спокойно быть там вот как раз-таки бандеровцами. Но они пошли защищать во времена Великой Отечественной войны свою родину. Поэтому вот я благодарна нашим наставникам, которые зашли к нам на Роженикидзе 8 в офис регионального отделения и предложили свою помощь, содействие. Когда создается, допустим, политическая партия или общественная организация, как правило, для более такого привлечения внимания общественности туда приглашаются какие-то известные люди. Вот среди наставников у вас есть люди, которые именачи знакомы всей республике или большинству жителей? Я сразу скажу, 7 февраля мы открыли... Так случилось, что первое местное отделение на территории всей Российской Федерации это было местное отделение городского округа, город Якутск. И открывали мы в Центре студенческих инициатив в Северо-Восточном федеральном нашем университете. И Айсен Сергеевич Илдархан наш, он объявил о том, что он стал наставником, зарегистрировался на нашем сайте будетдвижение.рф. Я прошу прощения, это... Мы же просили самого известного человека в республике. Самого известного тут. Но это... Мы понимаем, что Айсен Сергеевич как у главы республики... Он, кстати, председатель Координационного совета по развитию регионального отделения движения первых. По бумаге или по факту? По факту мы проводим заседания с участием Айсена Сергеевича. Да, конечно. А кто еще? Евгения Исаевна Михайлова, президент Северо-Восточного федерального университета. Человек, который значительный вклад в систему воспитания привнес республиканскую. Поэтому мы очень дорожим ее советами. Она тоже наставник движения первых. У нас есть, помимо наставников известных, есть еще и амбассадоры. Это дети, студенты, обучающиеся от 6 до 18. И среди них есть спортсменка Моисеева, амбассадор движения. Наша чемпионка, дзюдоистка. У нас есть ребята с муниципальных районов, которые награждены знаками за спасение утопающих. Это тоже амбассадоры движения первых. Такими гордятся сегодняшние дети, своими сверстниками. Хотелось бы уточнить, какую именно функцию несут амбассадоры в составе движения первых. Очень хороший вопрос. Спасибо большое, Эмилия. Значит, амбассадоры, они популяризируют движение. Они работают, помогают нам отработать задачу на узнаваемость движения первых. Это важный момент, потому что, ну, это, будем говорить, такой новый продукт воспитательный. Пока спрос, может быть, есть, но он недостаточный. Наша задача сделать так, чтобы в следующем году уже буквально каждый житель республики Саха-Якутия знал, что такое движение первых. Ну, вот я вас слушаю, я понимаю, сколько много нюансов с это. Со всеми нужно обсудить, поговорить. 36 отделений, вы сказали, да? 36 муниципальных районов, соответственно, у нас территориальных 36 местных отделений. Вот вас, как женщину, не пугала такая ответственность и такая огромная трудовая нагрузка? Как вы стали руководителем? Так ресурсов достаточно для этого. Во-первых, 261 федеральный закон реализует не только региональное отделение, но и отраслевые наши министерства. Это наши генеральные партнеры, Министерство образования и науки, Министерство молодежной политики, Министерство труда, потому что их подведомственные учреждения становятся первичными отделениями. Это специализированные учреждения, где обучаются дети, сироты, оставшиеся без попечения родителей. Мы должны запартнериться в ближайшем будущем также с Министерством спорта. С Министерством культуры у нас замечательные отношения, мы уже первички открываем активно. Поэтому у нас целая команда. И во всех муниципальных районах органы местного самоуправления — это люди, которые несут персональную ответственность за развитие своего местного отделения. Не могу не спросить, вы лично встречаетесь с участниками движения первых? То есть есть ли какая-то группа участников, с которыми вы проводите встречи? Может быть, воспитательные? Может быть, вы даете какие-то советы в плане дальнейшего участия и вклада? Да, безусловно, конечно, по-другому никак. То есть у нас же даже на Орженикидзе 8 ребята, студенты приходят. То есть вот у нас есть студент, сам он родом с Чуропчинского района, обучается здесь в среднем профессиональном образовательном учреждении Иван. И вот так случилось, что он случайно, можно так сказать, зашел в проект «Университетская смена». И с тех пор он у нас амбассадор, и он может прийти совершенно запросто, правда, созвонимся, чтобы я была свободна. И вносит свои очень рациональные предложения, кстати говоря, вот по «Елке-главе». «Елке-главы», куда приглашаются лучшие наши дети, студенты, мы берем работу для того, чтобы Иван обратил внимание на то, что хорошо было бы поддержать и вести квотированные места на «Елку-главы», в том числе для участников движения «Первых». Потому что впервые в прошлом году еще не было движения как такового, да? А сейчас уже есть те ребята, которые прошли не просто региональные этапы, а стали победителями федеральных этапов даже. Поэтому есть кем гордиться. Вы спросили меня, Эмилия, вот когда я зашла, у вас уже есть какие-то результаты, которыми вы гордитесь? Я горжусь и наставниками, и амбассадорами, и горжусь тем, что команда у нас неплохая собирается. Можно уже сказать, что участники движения «Первых» станут участниками «Елки-главы», которая будет уже буквально через два месяца где-то, да? Я вообще в этом не сомневаюсь даже. Можно ли сказать, что активные участники движения «Первых» будут иметь какие-то льготы при поступлении в высшее учебное заведение, либо среднеспециальные? Какая мотивация, или простым языком выражаясь, какие плюшки предусмотрены для самых таких активных ребят? А вы считаете, что это надо как-то монетизировать, да? Не монетизировать, я считаю, что это мотивация. Мотивизировать. Пока мы про это не говорим, мы все-таки хотели бы, чтобы это было прям вот внутренней такой потребностью. То есть мы должны настолько стать интересными для самих ребят, чтобы никто не прошел мимо. Сколько всего участников может в себя принять организация движения «Первых»? Потому что мы чуть ранее сказали, что движение «Радо всем», достаточно открыть сайт, пройти регистрацию, и ты уже в движении. Можно ли сказать, что если все школьники сегодня пойдут подавать заявки, то движение готово всех принять, и самое главное — уделить каждому вниманию? Дело все в том, что вы правильно вопрос ставите. То есть у нас же от 6 до 18, соответственно, мы стремимся к показателю, сколько проживает на территории Республики Саха-Якутия детей данной возрастной категории. Они все должны иметь возможность не просто зарегистрироваться участниками движения, а главное — иметь возможность в них принимать участие. И возможность такая непременно будет, потому что у нас уже эти местные отделения работают, функционируют. Там уже есть люди, которые занимаются координацией организации работы движения «Первых». Вы состояли в «Пионерии»? Да. Почему я спрашиваю? Потому что движение «Первых» у многих также ассоциируется, что работа построена по принципу работы «Пионерии». Так ли это на самом деле? Если да, то будут ли какие-то организационные моменты, по вашей памяти, включены в работу? Да. Вот год назад во время съезда, первого съезда учредительного движения «Первых» рассматривали название, дети голосовали за несколько вариантов. Один из вариантов, кстати, был движение имени Юрия Алексеевича Гагарина, но проголосовали за движение «Первых». Кстати, помните, Юрия, есть замечательное стихотворение у рождественского Роберта «Если вы есть, будьте первыми». Это прям вот ложится на… Ваш эпиграф при любом подписании соглашения, наверное. Да, да, да. Какие планы в ближайшее время движения и какие задачи непосредственно ставят перед вами, как перед руководителем, к чему мы идем, какие цели? Ну, во-первых, очень важно на уровне государственном навести баланс. Мы все очень ждем единый план воспитательной работы, единый для всех субъектов Российской Федерации, единый для всех министерств и ведомств, потому что любая государственная политика, она должна быть продуманная, она должна быть разумная, дозированная, вот без переборов и недоборов. В этой части мы отрабатываем с Минпросом, с Росмолодежью, и есть еще одна федеральная структура, которая функционирует на территории Республики, ресурсный центр «Навигаторы детства». Это советники директоров по воспитанию и детскому общественному движению. Это руки наши в школах, это наши первые союзники, и мы очень благодарны нашим советникам, директорам. Вот кто меня сейчас слышит, я хочу их поблагодарить персонально, всех и каждого, потому что в первичных отделениях, в школах, нам советники очень помогают проводить политику движения первых, целенаправленно вовлекать ребят для участия в наших проектах. А какие планы? Планы расширить сеть регионального отделения. У нас должно пребывать и первичных отделений, и участников движения, и участников, уникальных участников наших проектов. Как вы возглавили движение первых? Когда вам поступило предложение возглавить, не испугала ли вас ответственность? И как вы думаете, благодаря чему вас пригласили в руководство? Дело все в том, что с 2019 года я возглавляла в Республике российское движение школьников. У нас же РДШ эволюционировало в российское движение детей и молодежи. То есть если российское движение было только для школьников, то российское движение детей и молодежи. Тут в понимании все находимся только по одному названию, что и молодежь к нам присоединилась, студенты те же. Это выборная должность. Я выбиралась, переизбиралась дважды. Выбирали взрослое сообщество, наши организаторы детского движения и сами дети-школьники. Ну и, в общем-то, когда уже был принят 261-й федеральный закон, поступило предложение возглавить структуру новую российского движения детей и молодежи. Я не случайный человек в этой истории, потому что мое базовое образование педагогическое. Я закончила Иркутский педагогический институт, работала в системе образования долгие годы. Была руководителем Центра дополнительного образования детей в районе, в Алекминском районе. То есть опыт имеется и позволяет? То есть я занималась именно в системе образования, именно занималась молодыми лидерами, детьми из детских общественных объединений. Спасибо за интересную беседу, Оксана Тагировна. Вам спасибо. Я напомню, что в нашей студии мы разговаривали с руководителем общероссийской организации «Движение первых» с Оксаной Тагировной Михайловой. Мы желаем вам успехов и прощаемся. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова